приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы будем снимать видео про приготовление сыра пармезан пармезан по праву считается королем сыров классический пармезан готовят в италии в двух провинциях провинции парма и провинции риджина эмилия причем законодательством евросоюза категорически запрещено называть сыр приготовленный за пределами этих провинций названием пармезан и все остальные сыры аналоги ну и соответственно у нас тоже аналог если вы зрители нашего канала то вы наверняка знаете что у нас уже есть видео про приготовление сыра пармезан сейчас мы будем делать четвертую варку сыра пармезан то есть то видео мы снимали это была вторая варка первый сыр мы уже съели второй недавно провели дегустацию кстати видео про дегустацию тоже есть на нашем канале сыр получился отменный и это видео решили снять с учетом накопленного опыта и исправление некоторых наших ошибок которые мы допустили в предыдущем видео при второй варке сыра пармезан сыр пармезан изобрели монахи бенедиткинцы неправильно я сказал но не выговорю их названием их целью было приготовить сыр длительного хранения но у них это собственно говоря получилось сыр пармезан готовят вот в этих двух провинциях в парме и риджина эмилия около 200 пивов сыроварен и каждая сыроварня делает всего лишь 8 10 головок сыра за рабочую смену то есть за день кстати интересно в италии некоторые банки даже выдают кредиты под залог сыра который вызревает сыр пармезан от шести месяцев до четырех лет чем старше естественно тем дороже собственно говоря мы делали годовалый сыр первый сделали шесть месяцев потом две головки одна головка у нас еще на созревание одну мы попробовали которую выдерживали в год сейчас хотим поставить пармезан на выдержку на два года но собственно говоря это не обязательно если вы будете по нашему рецепту готовить пармезан первый раз то в принципе можете можете и на год его и на полгода на 6 месяцев у вас уже получится пармезан то есть технология как бы технология приготовления сыра и классический рецепт допускает созревание от 6 месяцев до 4 лет сейчас я вкратце вам расскажу друзья о молоке и о том что нам понадобится для приготовления этого сыра естественно в первую очередь молоко сыр пармезан готовится из непости классический сыр пармезан готовится из не пастеризованного молока причем половина молока должна быть вчерашняя то есть вечерние дойки половина молока утренней дойки и из молока вчерашнего вечерней дойки вот на нем поднялись сливочки надо полностью тщательно снять сливки естественно на молоке утренней дойки сливы сливки не поднялись поэтому снимать там нечего помимо этого друзья нам понадобится фермент и закваска значит закваска нужна термофильная количество и какой именно вид закваски я напишу количество на 20 литров молока я напишу в описании видео молокосвертывающий фермент мы используем растительный химозин можно использовать сычужный животный фермент но он менее предсказуемый при формировании сгустка или колье и при этом требует очень требовательные к условиям хранения поэтому ну нам больше нравится растительный фермент помимо этого нам под под понадобится 10 процентный раствор хлористого кальция можно использовать аптечный хлористый кальций из оборудования друзья нам понадобится водяная баня мы используем мармит хорека мармит это оборудование для столовой вот такая вот штука в которой столовых на линиях раздачи стоят горячие блюда и поддерживает температуру просто я рассказываю потому что после каждого видео про сары задают вопросы а что это у нас за штука это мармит продается в интернете то есть мармит хорека финской фирмы хорека стоит или хорика не знаю как правильно стоит порядка 100 евро за 70 за 80 евро можно найти точно такой же мармит китайский сейчас они появились их уже достаточно много в продаже но по крайней мере в украине думаю в российской федерации тем более китайскую продукцию не проблема найти мармит с гастроемкостью на 20 литров ну то есть она считается на 20 литров но на самом деле в ней 25 литров если у вас нет такой штуки вы хотите свалить сыр пармезан вам понадобится две кастрюли одна кастрюля нужного объема и вторая кастрюля чуть чуть больше помещаете меньшую кастрюлю в большую причем большую наливаете воды таким образом чтобы вы когда поставите во внутрь меньшую меньше опирается на она должна опираться на ручки они становиться на дно и вот наливаете в большую водички чтобы когда поставите меньшую дно меньше и касалось поверхности воды вы получили классическую водяную баню след late Нагревать можно хоть на электрической, хоть на газовой плите Из дополнительного оборудования нам понадобится вот такой вот термометр Это очень удобная штука, но подойдет любой термометр Мы используем вот такой вот, который очень удобно помещать на бортик кастрюли Обязательно понадобится форма для приготовления сыра с поршнем Мы используем форму без донышка, с ней удобнее работать Но подойдет любая форма, главное, чтобы она соответствовала тому количеству сыра Который вы хотите получить Из 10 литров молока ориентировочно мы получим 800-900 грамм сыра То есть, грубо говоря, если вы готовите пармезан из 10 литров молока Но я бы рекомендовал готовить минимум 15-20 Потому что из 10 получится очень мелкая головка Хотя мы делали, у нас как-то получилось так, что не поместился пармезан в форму Мы сделали вот такую вот маленькую 400-граммовую головку Через 3 месяца она отлично пошла на пасты и на всякие другие вещи Была достаточно вкусной Вот, форма должна быть чуть больше Грубо говоря, если вы готовите из 10 литров То рассчитывайте форму минимум на 2 килограмма Потому что сыр будет давать сильную усадку Нам понадобится лира для нарезки сгустка Если лиры нет, то понадобится нож длинный Такой, чтобы он доставал до дна вашей кастрюли Чтобы порезать сгусток Если нет такого ножа, то есть метод Берете шампур, загибаете под 90 градусов И этим шампуром нарезаете нож Понадобится друшлаг И марля Вот, собственно говоря, все Итак, друзья, мы начнем с того, что снимем сливки Как сейчас Лариса покажет нам, как это сделать Сливки мы снимаем вот таким вот простым способом Просто ложечкой собираем сливки Они поднимаются наверх И ложечкой собираем их из баночки Для удобства ложечку можно согнуть под углом 90 градусов Нет у нас ложечки, которую я готов пожертвовать Поэтому Лариса мучается так Есть еще вариант Если есть большой шприц Типа кулинарного Или шприц для шприцовки мяса Для маринования мяса Можно сливки Хочется сказать, отсосать Можно сливки собрать с поверхности молока большим шприцом Соберем все сливки и перельем молоко в нашу водяную баню И теперь перельем молоко в нашу водяную баню Используем марлечку Чтобы в молоко у нас не попало никаких артефактов Которые могли туда в теории попасть Либо при дойке Либо при переливе Молоко мы используем фермерское С маленькой частной фермы Вот В принципе полностью доверяем хозяйке Но на всякий случай Ну никогда еще не было такого Чтобы мы обнаружили что-то в молоке Но все-таки используем марлечку На всякий случай, как говорится Смешиваем 50% нашего вчерашнего молока И 50% сегодняшнего Сейчас, друзья, мы перельем остальное молоко И продолжим Перелили мы наше молочко, друзья Помещаем термометр На бортик кастрюли Ну или емкости Накрываем крышкой И начинаем нагрев Нагрев должен быть плавный Не нагревайте на огне Только на водяной бане Нагреть нам молоко нужно до 31 градуса При этом нагрев не должен происходить быстрее Чем за полчаса И, друзья, мы нагреваем молоко Как только оно достигнет 32 градусов Мы вернемся Наше молочко подогрелось, друзья И внесем раствор хлористого кальция На наш объем Вносим 2 чайные ложки 10% раствора хлористого кальция И хорошенько перемешаем молочко Перемешиваем тщательно Чтобы хлористый кальций распределился По всему объему молока Перемешали хлористый кальций И теперь внесем термофильную заквасочную культуру Рассыпаем порошок по поверхности молока равномерно И даем ему регидрироваться в течение минуты Если начать размешивать сразу То порошок может взяться комочками И неравномерно распределиться По всему объему молока Через минуту опять тщательно перемешаем молоко Тут ключевое слово, друзья, тщательно Не только движениями по кругу, но и движениями сверху вниз Чтобы молочнокислые бактерии распределились по всему объему молока Оставляем молоко на 45 минут При этом следим, чтобы температура у нас не поднималась выше, чем 32 градуса 31 градуса идеально Ну, соответственно, и не опускалась Итак, друзья, до встречи через 45 минут Прошло 45 минут, друзья Наступило время внести молокосвертывающий фермент А если у вас жидкий фермент Нужное количество Растворите в 50 мл охлажденной кипяченой воды Если сухой фермент Тоже нужную порцию Заранее, минут за 10 Растворите в 50 мл кипяченой воды Хорошенько размешайте и полностью растворите После внесения фермента Тщательно перемешиваем молоко И засекаем время Я включаю секундомер Нам надо будет определить точку начала флакуляции То есть начало образования сгустка Мультипликатор для сыра пармезан Или временной коэффициент 2 То есть мы дождемся, пока сгусток начнет образовываться Умножим это время на 2 И это будет полное время формирования сгустка Сейчас покажем вам, дорогие друзья Как мы определяем точку флакуляции Или точку начала образования сгустка Крышечку мы продезинфицировали кипятком Обычную капроновую крышечку Ну, собственно говоря, все оборудование должно быть хорошо продезинфицировано Либо дезинфицирующим раствором, либо кипятком И кладем крышечку на поверхность молока Каждые 5 минут проверяем Когда крышечка, мы вам покажем Вот сейчас она крутится по поверхности молока Когда она начнет прилипать и полностью прилипнет Это и будет точка флакуляции Или точка начала образования сгустка Итак, друзья, включим камеру Как только крышечка начнет прилипать Прошло 17 минут, друзья И крышечка начала прилипать к молочному сгустку Вот посмотрите Ее проворачиваешь И она как бы возвращается назад Умножаем это время назад На 2, извиняюсь Итого получаем 34 минуты Всего время образования сгустка У нас получается должно быть 34 минуты То есть еще на 17 минут Оставляем наш сгусток При этом поддерживаем температуру 31 градус 31-32 максимум Желательно, чтобы температура не сильно менялась в процессе После этого, друзья, приступим к порезке сгустка Прошло 35 минут, друзья Проведем в первую очередь тест на чистое отделение Ножичком разрезаем наш сгусток Разрез должен быть чистый И хорошо разлипаться Я бы еще минут 10 подержал бы Еще думаешь? Чтобы мы его не подержали В принципе режется Хорошо режется, да? Ну все, тогда будем резать Нам надо нарезать сгусток, друзья На кубики со стороной полсантиметра То есть очень маленькие Для этого используем нож И вот таким вот образом разрезаем сгусток В это время пока мы режем сгусток Я расскажу, как приготовить 20% солевой раствор Для засолки сыра Так как после того, как у нас сыр спрессуется Нам надо будет его засолить Растворяем в 4 литрах воды 1 кг каменной соли И доводим воду до кипения Потом остужаем ее до комнатной температуры И процеживаем через сложенную в несколько слоев марлю Потому что в соли в любом случае Есть там грязь, какие-то камешки левые, песок и так далее Добавляем в этот раствор 5 мл 6% уксуса И 5 г сухого хлористого кальция Или если мы используем 10% раствор аптечный То 40 мл раствора аптечного хлористого кальция После этого рассолу будем засаливать сыр пармезан Этот рассол можно использовать несколько раз Мы обычно больше трех раз, друзья, не используем Таким вот образом нарезаем сыр на полоски Вначале в одном направлении Эти полоски должны быть достаточно маленькие Крупные резать нельзя Потому что нам надо, чтобы зерно полностью отдало сыворотку После того, как порезали сыр продольно Ну или в одном направлении, если в круглой кастрюльке готовим Режем его педикулярно предыдущим разрезом, скажем так Также стараемся нарезать достаточно мелко У нас получатся вот такие вот столбики После того, как порезали сыр вертикально Надо нарезать его горизонтально Лучше всего это делать специальной лирой Если у вас лиры нету, тогда режем ножом по диагонали Видите, у нас получаются вот такие вот кубики В результате мы должны получить размер сырного зерна Зерна не больше полсантиметра То есть достаточно мелкая Вот так вот И так далее. После того, как мы нарезали сгусток, друзья, поднимаем температуру в нашей водяной бане до 38 градусов. И постоянно помешиваем сгусток, потому что если мы не будем мешать, у нас зерно слипнется и все пропало, считай. Если где-то остались большие кусочки, прям с шумовкой их можем об бортик кастрюли раздрабливать вот таким вот образом. Температура у нас должна подняться плавно. Именно за 25 минут мы должны поднять температуру до 38 градусов. Через 25 минут, дорогие друзья, продолжаем помешивать наше зерно и поднимаем температуру до 58 градусов. Это должно занять около 20 минут. После этого приготовьте холодную воду. Нам надо будет охладить водяную баню через 20 минут. 20 минут мы еще активно мешаем. Сгусток уплотняется, зерно становится все более и более плотное. И через 20 минут, когда мы нагреем зерно до 58 градусов, нам надо будет его быстро охладить на 3-4 градуса. Температура поднялась до 58 градусов. Сейчас попросим Ларису. Она нам с шумовкой покажет, какое зерно у нас получается уже. Вот оно такое мелкое. И можешь его на слипание попробовать сейчас? Отлично. Уже начало слипаться. Теперь, друзья, понижаем температуру на 3 градуса. До 55 градусов. Для этого в водяную баню просто добавим холодной воды. И мешаем еще 10 минут. 10 минут прошло, друзья. И теперь нам надо перестаем мешать. И нам надо слить часть сыворотки, чтобы мы могли прямо в кастрюле наполнить форму сырным зерном. То есть перестаем мешать. Сывороточка у нас, зерно оседает на дно. И сливаем сыворотку так, чтобы показалось зерно. Отлили часть сыворотки, так, чтобы показалось зерно. Помещаем форму для сыра непосредственно в водяную баню. Застилаем марлечкой и перекладываем туда зерно. Температуру нам надо сейчас поддерживать, друзья, 55-56 градусов. Именно в самой водяной бане. Утрамбовываем немножко зерно. И таким образом наполним всю форму. Собрали все зерно в форму. Утрамбуем его. И даем сыворотки. Чтобы у нас надо, чтобы сыворотка полностью покрывала наше зерно. Поддерживаем температуру, друзья, 55-56 градусов. И вот таким образом наш сыр пусть купается в этой ванне в течение часа. Я засекаю время. В течение часа мы его два раза перевернем. Прошло 20 минут, друзья. И надо перевернуть наш пармезанчик. Давай мне эту штучку сюда. Вот почему мы используем в данном случае форму без донышка. Горячо? Да, дай мне оботкрыть. Достаточно горячая водичка. 58 градусов. Поэтому Лариса не рискнула туда окунать руки. Вот таким вот образом, друзья, перевернули. Ну, естественно, если у вас нет формы без донышка, тогда достаете форму, достаете в марле наш пармезанчик из формы, переворачиваете его и опять помещаете вот так вот, чтобы он был полностью покрыт сывороткой. Немножко его уже можно притрамбовывать. Через 20 минут еще раз перевернем срок. Для того, чтобы не было так горячо, Лариса одела текстильные перчатки, а сверху медицинские перчатки. Так же мы делаем, допустим, когда готовим плавленый сыр, например, моцареллу. Переворачиваем наш пармезанчик и оставляем его еще на 20 минут. Прошло еще 20 минут, друзья, и сольем жидкость из нашей водяной бани. Сыворотку, в смысле, не жидкость. Я сейчас это сделаю шлангом, просто методом сообщающихся сосудов. Как раньше бензин из бака сливали, так же солью эту жидкость. И покажем, что дальше делать с пармезаном. Слили водичку, друзья, и вот так вот выглядит наш пармезан теперь. Заворачиваем аккуратненько марлю. Желательно, чтобы было меньше заломов, потому что все это потом отразится на качестве головки. И сейчас будем делать первое прессование 15 минут. Первое прессование будем делать прямо в водяной бане. То есть нагрев можно выключать, но там есть теплая вода, и она нам сослужит, так сказать, добрую службу. Укладываем аккуратненько марлю. Поставим поршенек сверху. И используем груз 5 килограмм. Вот таким вот образом оставляем наш пармезан на первое прессование на 15 минут. Через 15 минут достанем наш пармезан из водяной бани. Нагрев мы выключили, как бы, и тепло нам больше не нужно. Достаем, ну, разворачиваем марлю. Ты сними вначале форму. Сними форму. Теперь разверни марлю. Вот так вот выглядит наш пармезанчик. И дальше будем его прессовать уже без марли. Надо посмотреть, где у нас верх формы. Это верх. Ложим дренажный коврик. Вот так ее тогда надевай. Помещаем пармезанчик в форму. Аккуратненько, чтобы не разрушить головку. Аккуратненько его запихиваем туда. То есть, если у вас форма с донышком, то донышко формы сейчас должно быть сверху. Форма немножко конусная. Я думаю, уже можно перевернуть. Нет? Ну, тогда до конца его туда. Ну, так вот. Уплотняем все хорошо. Помещаем сверху поршень и будем прессовать. Ставим крышечку пресса и прессуем грузом в 10 килограмм полчаса. Это 5, надо еще 5. Через полчаса снова перевернем его, друзья. Через полчаса, друзья, перевернем наш пармезан. Вот так вот сделаем. У нас немножко сместилась эта штучка. Надеваем формочку. Конечно, конические формы не очень удобные. Лучше бы она была цилиндрическая. Из-за этой конической формы немножко разваливается. Уложи коврик. Неудобно, нужна цилиндрическая форма. Ну и как? Теперь мы эту штуку никак не поставим под вниз. Ладно, в форме все равно есть отверстие. Теперь, друзья, прессуем его 2 часа. Весом 10 килограмм еще. Через 2 часа, друзья, еще раз перевернем наш сырок. Он уже должен достаточно уплотниться. Весом 12 килограмм еще раз перевернем. Конечно, дурацкая эта коническая форма. с ней одни проблемы форма должна быть цилиндрическая потому что в этой конической твердый сыр реально рвется так досточку ставим поршень пресс и друзья прессуем уже грузом весом 15 килограмм в течение 12 часов но мы оставляем на ночь а завтра утром приступим к засолке друзья наш пармезанчик прессовался сутки можем достать его из-под пресса и попробуем сейчас его достать еще из формы на самом деле должен легко достаться форма коническая сейчас будем смотреть правильно я его туда выдавливаю да главное не разрушить головку да я с этой штучкой чтоб нигде ничего не откололось вот-вот-вот вот-вот-вот спрессовался получилась вот такая головка я предлагаю я ее сейчас вешу друзья а потом покажу крупный план вот так вот выглядит наш пармезан теперь чик чик хорошая головка хорошая плотность все все как бы отлично все мы правильно сделали и из 20 литров у нас получилось 2 килограмма сыра собственно говоря так и должно быть теперь друзья нам его надо засолить у нас приготовленный рассол пропорции рассола я рассказывал и также пропорции будут в описании видео помещаем наш сырочек в рассол на засолку значит солить мы его будем 12 часов на каждые пол килограмма сыра следовательно мы солим свой сыр 48 часов то есть если у вас сыр килограммовый из 10 литров допустим готовили соответственно 24 часа сырочек плавает в рассоле поэтому каждые 12 часов переворачиваем его чтобы он равномерно просолился ну и собственно говоря продолжим мы друзья после того как наш пармезан засолится итак дорогие друзья наш пармезан солился двое суток мы его достали из рассола начали обсушивать уже потому что достали утром видео снимаем вечером как видите несколько несколько этапов расскажу процесса созревания но в первую очередь проакцентирую ваше внимание на возможных ошибках в принципе сыр такой очень очень простой я бы сказал в приготовлении то есть ничего особо сложного нет никаких забубонов главное когда вы делаете второй нагрев очень важно чтобы этот нагрев произошел быстро то есть действительно важно чтобы за 20 за 25 минут сыр нагрелся и вы будете чувствовать будете когда мешать сырное зерно оно слепается если его передержать если нагрева займет 40 минут или час то сырное зерно начнет разваливаться и потом не получится нормальная полноценная головка сыра вот только такой нюанс во всем остальном мы достаточно все подробно рассказали показали и так мы имеем двух килограммовую головку пармезана что же с ней делать в первую очередь ее надо обсушить при комнатной температуре но имеется ввиду не 30 градусов а 18-20 градусов в течение четырех-пяти дней переворачиваем головку вот просто берем и переворачиваем два раза в день чтобы она высыхала равномерно после этого минимум на шесть месяцев помещаем пармезан на созревание первые две недели друзья каждый день переворачиваем его и обтираем оливковым маслом потом эту процедуру делаем начинаем делать значительно реже в начале раз в неделю первые два месяца и потом раз в месяц последующие месяцы созревания ну собственно говоря вот эта головка сыра я планирую оставить ее на созревание все-таки на полтора года на два загнул не выдержу сейчас сварим еще пару головок чтобы у нас просто был в наличии но вот это будет контрольная на полтора года на 18 месяцев мы и оставим собственно говоря головка небольшая это же и побаиваюсь на два года оставлять потому что все-таки когда делаю 10 килограммовые 12 килограммовые стандартные головки он значительно меньше подвержен процессом высыхания и лучше созревает я думаю что за два года сыр может пересохнуть ну собственно говоря созревать при температуре 10-12 градусов минимум шесть месяцев и протираем оливковым маслом первые две недели каждый день потом последующие два месяца раз в неделю и потом раз в месяц если вдруг где-то начнет появляться плесень на сыре это не беда это не проблема смываем плесень концентрированным соляным раствором и опять-таки протираем сырочек оливковым маслом ну вот собственно говоря друзья на этом я думаю по пармезану все это было наше второе видео рецепт с учетом допущенных ошибок хотя собственно говоря как раз вот в этом в этом сыре у нас особых ошибок то и не было вот поэтому желаю вам искренне желаю чтобы пармезан у вас получился если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях на все вопросы мы с ларисой отвечаем но естественно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты ставьте лайки ну а мы друзья будем прощаться с вами потому что надо снимать для вас следующие материалы всего доброго пока